На чердаке брещанки Анны Ковалевой хранятся сотни виниловых пластинок. Все они аккуратно и с любовью сложены на отдельных полочках. А как иначе? Ведь собирать эту большую коллекцию начали еще и ее родители в советские времена. Тогда для еще маленькой девочки были привычными семейные музыкальные вечера в компании Патефона и мелодии из известных оперет. Если честно, то первые пластинки, которые я уже покупала где-то с пятого класса, это опереточные. Они были очень редкие, потому что не очень популярные. Как-то больше оперные были пластинки с операми, записями, потому что это было для музыкальной школы, для музыкального училища нашего города. А оперета как-то не котировалась. Но поскольку я выросла в театре, и к нам на кастрюлю часто приезжали, и украинские театры наши. И, вероятно, все музыкальные театры привозили, естественно, оперету. Но это как бы была моя любимая музыка, и поэтому, когда они уезжали, хотелось это все продлить. Поэтому в магазине «Вотосвета» сейчас, вот возле 15-й школы, там был еще отдел отдельно пластинок. И уже договались с продавцом, если получали, значит, приходили, там уже, как говорили, тогда доставали. Уже позже в коллекции Анны Ковалевой стали появляться пластинки с записями песен, тогда запрещенного Владимира Высоцкого, Великой Аллы Пугачевой и других звезд эстрады. Но особенно брещанка любила переслушивать бессмертную юнону и авось. Возвращаться, плакать, временно, я тебя никогда не убью. Сегодня в коллекции Анны Филипповны более 200 пластинок. Многие из них брещанки отдали друзьям и соседям, которые хотели просто выбросить раритет за ненадобностью. Так она отдала им новую жизнь. Кстати, в ее доме постоянно звучит виниловая музыка. Женщина часто по просьбе внучки включает птифон, а девочка с малых лет увлекается музыкальной историей. Мы-то жили в это время, мы многие вещи знаем. А когда человек не жил, он молодой, допустим, он интересуется чем-то. Если ему просто будешь говорить на пальцах, как бы рассказать, на книжках, на рисунках, есть вещи, которые надо просто видеть живьем. То есть как бы я ни объясняла, что пластиночка накрутится, крутится, оттуда идет звук, пока ты не видишь, как она крутится, если я не услышал сам звук, то есть это трудно понять. Поэтому, конечно, я считаю, что любая вещь, которая интересуется, особенно которая уже вошла где-то, будем говорить так, в раздел винтажа, ну, если не антиквариата, то хотя бы винтажа, то это надо видеть в оригинале, как она на самом деле исполнялась, звучала. А чтобы виниловые пластинки четко звучали, за ними нужно бережно ухаживать, говорит коллекционер. Их надо хранить только вертикально, желательно их хранить в пакетах, либо в полиэтиленовые, так были обычно полиэтиленовые пакеты, потом еще бумажные. То есть обязательно бумажные, вертикально только. И, естественно, когда ставишь уже на сам проигрыватель, то там всегда была такая маленькая, как мы говорим, щеточка, она сделана была из бархатки. Обязательно протирать пыль, потому что когда игла садится на пыль, она, во-первых, царапает, игла портится, и, естественно, звучание плохо. То есть, а так, в принципе, и нельзя их держать, конечно, в совсем-совсем сухом месте, потому что они, ну, как и все пересыхают, как это же пластик, по сути дела, вот винил, это же тут же пластик, как и любой пластик, он пересыхает. Ну, слава Богу, у меня как бы вот все пока хранится, работает. Коллекция виниловых пластинок Анны Ковалевой постоянно пополняется. Брещенко очень надеется, что не зря в будущем она планирует передать раритеты своим внукам и правнукам, ведь музыка – вещь бессмертная.